КОЖНО-МЫШЕЧНЫЕ СКЛАДКИ Сладкие звездные губки. В борьбе за увядающую молодость Донателло довела себя до крайности. Темой для отдельного обсуждения являются ее губы. Колкие журналисты шутят, что Версача стала настоящей пародией на саму себя. Когда тебе 20, ты хочешь пойти на операции по увеличению губ, по увеличению бюста, по, там, не знаю, ну какие только варианты, может быть. То есть, когда ты думаешь, что ты слишком толстая и хочешь худеть, посмотри на эту женщину и знаешь, что через 20 лет ты будешь выглядеть так же. Что ничего не нужно в себе менять, а любить себя нужно таким, каким тебя создала природа. Энн, вот повезло, природа была в хорошем настроении, поэтому создала ее такой привлекательной. В качестве маленького бонуса Энн достались эти прелестные сладкие губки. Есть чем гордиться. Так, вот такие глаза красивые, огромные. Вот такие губы. Маленький, аккуратный, ровный носик. Это вообще модель. Энн Хэтвей не обращает внимания на завистливые взгляды. Приказал оставить нетронутыми. И правильно сделал. Но Майли не стала слушать. И все-таки вколола что-то такое себе, от чего ее губы стали большими. Девочка, чьей красотой восторгались, ну и до сих пор многие, конечно, восторгаются, миллионы, просто сделала из себя посмешище. Она, как все. Теперь Майли Сарус хвастает, что на ее лице один натюр. Как удержаться от повальной моды на пухлые губы? Никак. Просто не терять голову и брать пример с тех знаменитостей, которые заставили себя любить такими, какими есть. Но есть и те, кто умолял доктора красоты сделать еще один укольчик, чтобы губки стали еще чуть больше. Похоже, это болезнь. Хит-парад «Звезды зажигают» набирает обороты на телеканале МОЗ. Большинство женщин стремятся подкачать себе что-то. Я считаю, что то, что дала природа, это именно то, какой ты должна быть. Потому что, с одной стороны, пухлые губы считаются сексуальными, но, с другой стороны, есть еще другая сторона красоты. Это, например, аристократические черты лица. И когда говоришь о аристократических чертах лица, то имеешь в виду всегда тоненькие губы. Актер перекроил лицо и особенно хотел чувственные губы. Теперь вот считается, что в мире нет ничего прекраснее, чем Зак, который хочет кого-нибудь поцеловать. Зак Эфрон на 15-й позиции. Разве мужчина с накачанными губами может быть опорой, отцом ребенка, например? Да никогда в жизни. Губы знаменитостей давно уже стали предметом обсуждения. А все потому, что порой звезды уделяют им слишком много внимания и стараются их переделать. У кого-то результат удовлетворительный, а кто-то вынужден вновь записываться на прием к доктору красоты. Хит-парад «Звезды зажигают» продолжается на телеканале МОЗ. Накаченные губы у всех людей выглядят одинаково. Это ужасно. Мы делаем клонов. А как же выделиться? Как же быть вот с собой, с самой собой? Сверждают, что им никогда не создать такой шедевр. И что больше всего радуют, а они настоящие. То есть прикоснувшись к ним, вы никогда в жизни не почувствуете, что поцеловали кусок резины. Остается только подобраться к этой заоблачной звезде, чтобы урвать ее поцелуй. Образцово-показательные губежки Евы Лангории тянут сегодня на девятую строчку хит-парада «Сладкие звездные губки». Очень красивая женщина. Она красивая не только потому, что у нее красивые отдельные черты, что у нее там пухлые губы, там красивые глаза. А дело в том, что она та женщина, которая несет себя. Обычно женщины, которые стремятся в чего-то подправить, подкачать, увеличить, там, это те женщины, может быть, которых мужчина, может быть, как-то вот не вдохновил на то, чтобы они не прекрасны. Первое место. Знакомьтесь, именно так выглядит богиня, которой нужно молиться, если хотите пухлые и красивые губки. Это Анжелина Джоли, и она сегодня неоспоримый лидер. Свои, свои и еще раз свои. Сегодня уже никто не осмелится утверждать, что Анжелина сделала себе соблазнительные пухлые губы. Прямым доказательством тому являются фотографии Энджи в детстве. На снимках она с такими же пухлыми губами. И к тому же детишки Джоли унаследовали ее фирменные губы. Повезло. Губы актрисы считаются образцово-показательными. А выражение губы, как у Анжелины Джоли, стало нарицательным. Энджи в ответ на ажиотаж вокруг этой части ее тела никак не реагирует. Она считает, что это все раздуто на пустом месте. Что если выйти на улицу, вы сто процентов встретите человека с такими же пухлыми губами. Просто он неизвестен на весь мир. Возлюбленный Джоли Брэд Питт не устает восхищаться ее губами. Он уверен, что ему повезло спать в одной кровати с женщиной, которую хочется целовать и целовать. Что ж, тут сложно не согласиться. Анжелина Джоли возглавляет шествие знаменитых губастиков. Мы целуем ее и награждаем золотой медалью рейтинга «Звезды зажигают». Не надо делать губы никому. Только я себе сделаю. А вы все ходите со своими.